Подъём! Восемь часов сорок минут, среда, тринадцатое июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая программы, здравствуйте, Александра, и с нами Светлана Матвеева, здравствуйте, Света, рассказывайте. Значит, вот эта вот драка с болельщиками, я так понял, кто-то совсем умный, когда-то давно, я прочитал, теперь уж не помню авторство, кто-то сказал, что это некая подмена войн, да, вот, по существу, почему олимпийцы в древности прекращали войны, и, по сути, по существу, их продолжали. Они прекращали войну. Но на время игр. На время игр, но они продолжали войну во время игр. То есть, сущность состязания, состязания невоенного, вполне себе травматичного и так далее же, бьют друг друга, там, кидают куда-то через бедро и всё такое. На другую площадку, например. Да, война перемещалась на другую площадку, в сущности, то есть, война между Афинами и Спартой заканчивалась, но афиняне со спартанцем дрались, значит, там, на кулаках или боролись в этот момент на Олимпийских играх, понимаете, да? Вчера даже не на спортивную площадку переместилась, а до матча всё началось. Ну, 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 сущность та же. Сущность та же. То есть, можно ли считать, что это нормально для спорта, Свет? Конечно, ненормально. Мы давно приняли такое правило и решение, что не смешиваем спорт и политику, и изначально было сделано заявление, что будут оберегать и российских болельщиков, и будет повышенная безопасность, и старались защитить цивилизованных, вменяемых болельщиков. Вчера наши граждане решили отметить День России, и колонны... Да, конечно, договорились там со всеми, и всё. А кто-нибудь из поляков? Поляки слушают нас, 7-8-8-10-7-0, позвоните поляки. Вот поляки... Сейчас объясню, почему. Потому что очень много людей польского происхождения там в костёле же за Лубянкой, там вот в переулке. Собираются же люди. Ребят, позвоните 7-8-8-10-7-0, объясните поведение польских болельщиков. Мне просто понять, насколько ненависть... Мы вчера видели в Польше абсолютную ненависть, то есть ненависть лютую к русским. Вот что это? Поясните, просто нам понять надо. То ли нам надо нейтронную бомбу сбросить на вас, простите, в хорошем смысле этого слова. То ли нам надо... Что? Или наоборот договориться как-то? Алло, здравствуйте, да. Вы поляк. Доброе утро. Да, наполовину. У меня мама Полька. Поясните, вот эта ненависть, вы же наверняка до какой-то степени их можете понять. Вот нам... А дайте теперь нам понять. Вот эта ненависть откуда? Что случилось? Вы знаете, Польша, она была в государстве в свое время, и поляки там сидели в Москве. А мы тут знаем, да. И у меня такое чувство, что просто вот сожаление о том, что была великая речь посполитая, обида на Россию, что ее несколько раз делили, и в итоге поляки остались... Я вам скажу, я вам скажу, что была страна, которая принадлежала половине мира. Вы знаете, что в старое время, в старое время в обществе Папы Римского планета Земля была поделена напополам между Португалией и Испанией. То есть планета Земля была разделена между Португалией и Испанией. Они реально делили планету Земля. Да. Ну так что ж теперь все время вспоминать, что Смоленск был польским городом? Ну, ну что? Ну, помнят и никак не могут успокоиться. И на самом деле там все настолько обмоко и промыты мозги у людей, что вот этой копине уже всем мозги запудрили. Да. Это бывало совершенно о том, что сто лет тому назад там сорок тысяч красноармейцев просто пропало в конфигарях Польши. То есть вы считаете, что это этап? Вот это этап в развитии Польши. Этап. То есть этот этап пройдет? Ну, Польше нужен внешний враг какой-то, да. То есть при советской власти это был западный мир. Сейчас они активно там между блок американцев стоят. И кто внешний враг? Только Россия, которая большая, огромная, мало народу относительно. И безответная. Вот поймите, вот скажите, а как вас зовут, простите? Меня Олег зовут. Олег. И знаете, что Россия еще чем хороша? Ведь поляки, насколько я с ними беседовал, опасаются и побаиваются и Германии. Но Германии, ну в смысле, потому что Германия их просто там покупает, по существу, да? Вот. Но Россия хороша тем, что она безответная. Вот в Россию можно плевать сколько хочешь. А Россия, ну типа там утерлась, пошла водки выпила. Ну так как-то вот. Понимаете? Ну, это раз, второе, после того, как мы проиграли вот эту войну 20 лет тому назад. Да, холодную, да. Да, холодную. Сейчас только, не знаю, совсем ленивый не пляшет на костях Великой Империи. Ладно. Олег, спасибо большое за разъяснение. А как мы можем ответить, Сергей? Я не знаю, как мы можем ответить. Понимаешь, мы должны понять, что это у них какая-то боль, которую они культивируют. Прикинь, что если у тебя есть ранка, например, а ты ее все время рвешь снова и снова, например, да? А уж если она даже заживает, ты берешь и скальпелем начинаешь ее ковырять. Азахизм какой-то. Да, нет, ну а это же то, что происходит у поляков. Это то, что происходит у поляков. Значит, Папа Римский и суверены Португалии и Испании, католические короли там, я сейчас, честно, не могу сказать, какое точно время, разделили планету Земля напополам, просто пополам. Ну, например, Филиппины принадлежали Испании, вы знаете об этом, да? Филиппины принадлежали Испании, а Индия, например, и Китай, ну там Макао и Гоа, принадлежали Португалии. То есть, понятно, да? Да. То есть, они разделили вообще всю планету. Ну, поляки, да, были великой нацией, в смысле, ими правили литовцы, это правда. Это была эпоха настоящего величия, когда Польшей правили литовцы, и когда литовские евреи были великими польскими поэтами. Это мы знаем эту эпоху, когда вильнюсские евреи были лучшими поэтами Польши. Значит, и они, правда, по праву гордятся вильнюскими евреями до сих пор. Это прекрасно, но, значит, ну нельзя же все время стонать от этого. Ну, не сгинело, ну не сгинело. Кстати, почти все поляки, которые возрастом после 30 лет, все говорят по-русски, они в школе по 10 лет учили русский язык и совершенно могут объясняться. Ой, мать, это не совсем так. Я же говорил, как меня удивил этот самый официант, когда я сказал, как пройти до такси. И он мне сказал вот эту фразу, которая до сих пор в моих ушах. Да, повторите. До таксовки. До таксовки. До таксовки пойдете целый час просто. Нет, еще... Нет, слушай меня, слушай меня. Ты пойми вот эту фразу. Вот я тебе, я официант в Варшаве, я тебе говорю. До таксовки пойдете целый час просто. Все понятно. Что понятно? Целый час идти до таксовки. А целый час у них, значит, все время прямо. Все время прямо, да. Все время прямо, это целый час просто. Понятно? Все время прямо, он сказал. Я так посмотрел. А чекомпольский сантехник в Англии приходил, да? Слушай, да, да. Нет, я же на жену посмотрел, говорю, да такси идти час. Она говорит, да ладно. Я говорю, вот этот сказал. А надо было идти до 300 метров или 100 метров. Нет, мы неправильно друг друга с поляками. Проблема. Алло, здравствуйте, вы поляк? Нет, я не поляк, надо буквально две слова. Давайте. Как мы дойдем до генетики, а можно более близкие времена. Это гражданская война, поход в Красную Армию на Польшу, раз. Потом деление ее с Германией, два. Уничтожение польской армии, этим Сталином, три. И вот последнее, самое свежее, это гибель президента. Да, да. Если вы не вникать, так сказать, по подробности и понять, что было происходило, вот этого достаточно для простого. Гибель президента, гибель президента, в которой мы даже не виноваты, как вы понимаете. Совершенно верно, абсолютно не виноваты. Это просто реково-раковое стечение обстоятельств. Слушайте, а я если добавлю, знаете что, поляки, еще есть один эпизод, но такой он полунаучный. Существует предположение некоторых историков, что когда нам, вот этим вот племенам будущих русских, Кривичам и так далее, гунны впердолили на Дунае, то мы сначала ломанулись на север от гунов, бежать от гунов на север. И там нас вот эти польские поляне не пустили. То есть была маленькая война такая, маленькая война шестого века. Это эра. И поэтому мы завернули в сторону сюда Белоруссии, и чесанули аж до Истры. И на Истре стояли вот эти Кривичи. Поэтому... У меня не такая глубокая память. Прикиньте, если вспомните это, то мы должны им отомстить, мне кажется, нет? Да. Ну, слушайте, ну и что мы будем делать? Мстить не мстить полякам. Но только на футболном поле, как мы можем мстить? Ребята, поляки, поляки, поляки вчера встретили наших болельщиков, значит, встретили наших болельщиков оскорблениями, киданием бутылок, избиениями, избиениями. Ну, ребята там за себя постояли, конечно, и все такое. Начинаю я вопрос. Слушайте, вы считаете, что болельщики футбольные вообще урла? Урла просто, урла. Да? Это, ну, гопники, идиоты. И что они там делают, нас не касается. 916-55-81. Да? Футбольные болельщики урла, идиоты, гопники, скоты. Они там, как они между собой дерутся? Это нас не касается. 916-55-81. 81. Нет, вы почувствовали, что оскорбляют Россию, и это для вас обидно. 916-55-82. Когда поляки кидали бутылки, оскорбляли, кричали лозунги, обидно, очень обидные слова кричали, оскорбления в том числе. Вы считаете, что это относится к России, и это обидно по-настоящему, несмотря на то, что адресатами были футбольные болельщики. 916-55-82. Но футбольные болельщики, там были не основная масса болельщиков, понимаете, были и хорошие просто люди такие. Да хорошие люди были, да хорошие, а я по глазам, я же вижу фотографии. Нормальные люди, наши болельщики. Это такое статусное мероприятие, на которое просто престижно Наши болельщики были нормальные люди, нормальные люди. Но я вижу фотографии, девчонки хорошие. Как сказал Ультрас, это Ультрас, президент Российского футбольного союза. Хорошие ребята. Вот мы сегодня тоже видели отчеты в газетах. Хорошие ребята, но были хорошие ребята. Хоризованные, не совсем агрессивные болельщики. Значит, смотрите, если позволите, я оставлю голосование. Я скажу результаты промежуточных голосований, я скажу вам результаты голосования пока, но на рекламе еще поглазкуете. Вы считаете, что вчерашняя атака поляков, поляки, поляки бранью мерзостно, мерзостно, гадко, грязно атаковали русских, кидали бутылки, избивали и так далее. То есть вели себя абсолютно непотребно, паскудно. Вы считаете, что это отношение между двумя бандами. Это болельщики. Нас это не может касаться. Они все гопники и идиоты. Вас это никак не может касаться. Тогда позвоните 916-55-81. Уже так считает 37,4% наших слушателей. 62,6% наших слушателей считают, что кто бы ни были наши болельщики оскорбляли Россию. И это к нам относится. Да, мы услышали эти слова от поляков. Мы эти слова услышали. Сейчас 62,6% так считают. После рекламы скажу окончательный результат. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении, простите, я должен, я обещал закончить голосование. Я его заканчиваю. У меня цифры сейчас очень характерные. И давно так держатся. Я думаю, что многие взяли у нас слушателей. Сейчас должно быть не очень много, вы понимаете. Почему? Потому что многие неделю взяли и уехали. Значит, но тем не менее, 635 звонков. 635 звонков. Из них уникальных 597. То есть, кто-то звонил по нескольку раз. 33,8% считают, а это, как вы понимаете, более 200 человек. Считают, что... 202 человек. Считают, что к нам не имеет отношения. Что футбольные болельщики, в принципе, ну, в принципе, урла, гопники, идиоты. Они между собой постоянно сквалыжничают. Они склонны к антисоциальной мерзостной деятельности. 33,8%. 66,2% считают, что когда поляки грязно вели себя накануне по отношению к русским болельщикам, они, конечно же, оскорбляли Россию. И мы услышали эти оскорбления. Мы слышим это и в свой адрес тоже. И нам обидно. 66,2%. Это, как вы понимаете, две трети, ну, так грубо округляю. 66,6% переводится. Мне кажется, 202 человека, которые проголосовали за то, что это быдло, и это неправильно. Ребят, очень много людей звонит. Я вижу, что линия кипит. Линия кипит, понимаете? Значит, ввиду этого мы тут провели короткое совещание на рекламе с Александром Красногородской и Светланой Матвеевой. И установили следующее, что в 9.03 мы продолжим обсуждение этой темы. Пожалуйста, сейчас не звоните. В 9.03 мы продолжим обсуждение этой темы. Сейчас я скажу вам по движению следующее. Балашиха стоит в дорогу в Москву. Стоит, очень стоит Балашиха. Очень плохо на Новой Рязанке, где раньше было из-за ремонта, а теперь там ДТП вот нарисованы. Где-то такое вот с 5 до полседьмого уже хромает МКАД. Стоит совсем глухо до Москвы. Там только ДТП перед МКАДом большое. Ярославка, то есть в Москве проспект Мира чешет, а Ярославка стоит, держит какое-то ДТП перед МКАДом. Совсем худо. От глухого уже, от глухого уже стоит от Арифлейма Новая Рига. ДТП перед МКАДом какая-то большая нарисована. Большое ДТП. Красногород стоит, как обычно. Ну, так все, в общем. Ну, и Ленинградка хромает, не едет, никак не может. Вот такая ситуация. Девять часов, четыре минуты, среда, тринадцатое июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая программы. Здравствуйте, Александра. И с нами Светлана Матвеева. Свет, здравствуйте. Светлана Матвеева, спортивный обозреватель. Мы продолжаем тему спорта. Вот что мы знаем. Накануне русско-курва, да, они кричали. Ну, это вот, видите, в супруге. Они кричали все время русско-курва. Варшава стояла на ушах. Было неприятно слышать на каждом шагу кричалку русско-курва. Я не представляю, чтобы в Москве выкрикивали нечто подобное. В адрес поляков. А что мы можем... А как поляков можно называть? Давайте каком-нибудь найдем ругательство. Ну, пшеки только. Пшеки это по-фонетически, как мы слышим их. Мы их слышим как... Говорить польско-курва. Польско-курва надо говорить. Давайте спросим. Сейчас, секундочку. Польские ругательства. Я знаю, мне кажется, дупо слово. А что это такое? Это типа задница. Ну, это по-чешски, по-польски, по-моему. Да? Ага, ага. Вот. Я сносно ругаюсь на бенгальском языке. Бенгальском. И на хинди неплохо ругаюсь. Никто не понимает. Неплохо ругаюсь на хинди. И, ну, конечно, блистательно ругаюсь по-испански. А консорынды. Как все нормальные люди ругаются по-английски. Мама, не горюй. Ну, вот. А еще по-каковски я ругаюсь. По-русски. По-русски. Да. А еще на идише я ругаюсь. Я ругаюсь на идише. Боже мой. Я могу кричать дрэк, дрэк, дрэк. Вы полиглот. Да, я ругаюсь на идише. Я не представляю, чтобы в Москве выкрикили. В фан-зоне оказалось тридцатером среди ста тысяч красно-белых. Тридцать человек. В окружении ста тысяч поляков. Да. Пару раз назревали тычки, крича что-то про большевиков. Один парнишка пытался вырвать российский флаг. Его утихомерили свои же поляки. Хороших людей в Польше тоже больше. Хороших людей даже в Польше больше, чем плохих, пишет нам Павел. Да, 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 да. Но есть сведения, что сами поляки своих же и пытались успокоить. Да, да, да. Что были такие хулиганы? Значит, поляки делали следующее. Псяк рев, надо ругаться. Спасибо вам большое. Это очень правильно, да. Значит, и дупо, одобрите, опробируйте это. Пятьдесят седьмой есть такое дупо, есть? Значит, вернемся все-таки. Поляки грязно вели себя в отношении русских болельщиков. Грязно, агрессивно. Они ждали их именно для оскорбления. Они кидали бутылки. Увечья нанесли, сломанные руки, ноги, обавленные головы. Да, да, да. Они избивали, кидали бутылки. Да, да, да. Кидали бутылки, значит, и оскорбляли на каждом шагу русских. Мы задали вопрос прежде новостей. Спросили. Ребят, вы считаете, что футбольные болельщики вообще как таковые это урла, гопники, идиоты. И любые стычки между урлой и гопниками любых националистей мы не можем принимать на свой счет. Дерутся, но и идиоты. 33,8% наших слушателей так считают. 33,8%. Нет, это были оскорбления, пусть и в адрес болельщиков, мы не обязательно сами болельщики, но это были оскорбления против России. И мы услышали это как оскорбление против именно моей страны. И таким образом нас это задевает. 66,2%. Две трети против одной трети. Две трети это задевает. Мы обещали поговорить об этом с нами еще раз. Александра Краснокородская, Светлана Матвеева, ну и я тут ваш ничтожнейший... Сергей Даренко, Растрига. Да, Растрига, ничтожнейший Растрига. Алло, здравствуйте. Сергей, добрый день. Здравствуйте, да. Значит, я хотел бы высказать в таком ключе. Во-первых... Алло. Да, да, прошу вас. Алло. Да, да, вы здесь, да, алло. Да, да. Да. А во-первых, для меня совершенно очевидно, что вот это вчерашнее шествие, это прямая... Прямая провокация, конечно же, в отношении польского народа. Неправда. Это сто процентов. Неправда. Пройти болельщики имеют право. Чемпионат Европы, простите, это общий праздник. Нет такого... Это... Простите, вы не правы. Ну, дайте мне доказать. Чемпионат Европы, это не польского народа праздник. А это чемпионат Европы. Вы понимаете? И потому они заслужили... Потому они свинь... В хорошем смысле, простите, заслужили провести чемпионат Европы, Что они обязались провести там не польский праздник задрык паршивцев, вонючих, задротов, а они там провели праздник чемпионат Европы. А чемпионат Европы отличается от польского праздника. Вы не правы, ну правда. Наши там День России отмечали колонны праздника. Ну и что? Сергей, вообще вы знаете, у меня вот, когда я с вами разговариваю, такие противоречивые чувства. Мне всегда вас приятно слушать на самом деле. Но все время не хватает времени, как бы, обсказать свою позицию. Ну давайте же, прошу вас. Ну вот, что касается того, что я сказал, больше добавить нечего. Единственное, что я хотел бы еще сказать свою оценку, с моей точки зрения, это вот прямая спекуляция на национальных чувствах. Квази, понимаете, национальное такое единение якобы. Ну что же. Это стопроцентная технология, глубоко продуманная. Ну нет, ну можно тогда возразить, ну можно, пожалуйста, возразить. Но я начал с этого программу. Любые спортивные состязания, еще в Древней Греции, которая по существу родоначальница этой темы в Европе, да, концептуально. И Древняя Греция, мы же не исходим из состязаний лучников при даре китайского императора. Нет. Мы говорим о Древней Греции, как на родоначальнике спорта, как такового. Это всегда была некая аллюзия, указание на войну. Понимаете, война прекращалась ровно потому, что она продолжалась на аренах. И спартанец бился с афинцем на кулаках, обмотанных кожей. И это было прямое продолжение войны, такое через спорт. Поэтому это никакая не технология, а если это технология, то ей несколько тысяч лет. Ну, в любом случае, что там было в античные времена, это было в античные времена, для меня совершенно очевидно. Я вот наблюдаю внимательно за спортивными мероприятиями, хотя я не являюсь фанатом абсолютно. Да, да. Вот. И я вижу, это четко прослеживается, что спортивные чувства являются, собственно говоря, разменной монетой в политических вопросах. Это верно. Для меня это совершенно очевидно. Это верно. Но вы думаете, что это искусственно, а я думаю, что это естественно. Вот верно то, что вы говорите, верно. Но я думаю, что это естественно. Вот. Ну, наверное. Вот как раз на естественных, на естественных потребностях и чувствах как раз эти политтехнологи и, значит, вот они и пытаются играть. Да. Вот. Мне, на самом деле, жалко вот прерывать разговор. Вот такой, первый раз у нас с вами такой разговор. Да, да, да. Ну, давайте, давайте все-таки мы много раз еще возобновим. Давайте, потому что телефон ломится. Давайте продолжать. Да. Слушайте, значит, я считаю, что это естественно. Да естественно. Ну, конечно, используется в политике. Ну, как же нельзя использовать в политике единение людей эмоциональное. Эмоциональное единение людей. Они дышат в унисон, дышат в унисон. Ну, как можно, если миллионы дышат в унисон, чтобы это не было частью политики? Ну, извините. Нет, безусловно. Безусловно. А нашел Геннадий, ну, там же тогда там либо были провокаторы, либо... Ну, там не было провокаторов. По в естественных праздник это не провокация. Русские устроили праздник свой в день игры в день России. Ребята, ну, это же праздник-то. Давайте по-другому посмотрим ситуацию. Это происходит в России. И кто-то устраивает такое же шествие. Неужели в этом, где все будут довольны? Что, обломает ОМОН мгновенно? Что значит устроить? Теперь смотрите еще. Или как наши там русские в день на день, в день победы. Нет, а еще мне пишет Джамшит, вы знаете, наш слушатель Джамшит, он пишет. Сергей, русские болельщики избивали польских стюардов три дня назад. Поляки крутили это по Ютьюбу, бурно обсуждали и готовились бить русских. То есть это как месть было? Это было с точки зрения поляков, да, но там было больше, чем месть. Там было больше, чем месть. Они оскорбляли Россию, еще раз. В тексте под роликом писали, что будет в Варшаве, ждем русских в Варшаве. То есть они ждали русских для боя. По сути, готовились, говорит мне Джамшит. Посмотрите поиском на Ютьюбе, говорит он мне, но я просто, так сказать, там не собираюсь смотреть, потому что я верю Джамшиту. Значит, они три дня назад наши избивали секьюрити какую-то польскую. Ну, было столкновение, но и с другими командами это тоже могло произойти. Это такой частный случай, три человека, а здесь были задействованы сотни болельщиков, тысячи, все было так спланировано. Вот, кстати, сейчас надо, наверное, вспомнить, что бывший игрок сборной Англии по футболу, перед тем, как собирался чемпионат стартовать, сказал своим болельщикам... Давайте через минуту примем точку зрения 33% наших слушателей, которые считают, что это просто к нам, к России не относится. Значит, а это просто грязные разборки идиотов-болельщиков. Через минуту, сейчас реклама. Подъем. Нужна точка зрения, нужна точка зрения. Именно тех, кто считает, что все нормальное, это обычное отношение болельщиков к России не имеет отношения. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Да. Александр. Да, Александр, вы считаете, что это нормальное отношение болельщиков к нам не имеет, к России точно не имеет отношения? Я думаю, что в любой другой стране было бы то же самое. В Германии, в Англии, на Украине. Да, и что же, и что же? То есть, на Украине тоже? Запросто. Подождите, но это мероприятие европейского класса. Значит, есть правила какие-то в таких мероприятиях? Есть правила, ну, понятно, да, то есть, есть некая нейтральность. Мы не можем... Что такое? Что такое спорт? Давайте я вернусь. Это война по правилам? Война по правилам. Понятно, да? Есть некая война. Вот по морде бьешь, а по тестикулам не можешь, а хотелось бы. Понимаете? Ну, вот это правило. Ну, так что же, вы считаете, что всюду было бы нарушение правил? Ну, наши сделали марш, а все ответили. Ну, согласовали же этот марш. Это был согласованный марш. Это было мероприятие, согласованное с полицией, с городскими властями, со всеми. Ну, это было с властями согласовано, да. Запретить вроде не могли по закону. А болельщик по-своему воспринимает это действие. А что вы оскорбите? Да, вот смотрите, Андрей пишет. Да, спасибо. Германия пройдет по Москве с германскими флагами. Никого не парят германские флаги. Никто со свастикой не будет ходить. Ну, что вы, тревучие люди. Да почему, ну, не... Просто дремучие люди. Просто дремучие люди. Не со свастикой, Сергей, без свастики. Дремучие люди просто. Алло, здравствуйте. Ну, как может колонна болельщиков идти без собственных флагов? Ребят, вы что, ребят? Вы что, хотите, чтобы они в трусы себе флаги попрятали? Это нормально, когда болельщики идут с флагами? Вы что, ребят? Ну, голову включай. Да, здравствуйте, да. Добрый день, пожалуйста, беспокойно. Здравствуйте. Сергей, вы понимаете, проблема вся в том, я думаю, что вот все вот эти взаимоотношения, они многослойны очень. То есть, да, вы совершенно правы, что это все, как бы, мирно должно быть праздник всеевропейский, там, всемировой или что-то в этом духе. Но, понимаете, большинство болельщиков, об этом даже не думая, они вышли набить морду противнику. Это в лучшем случае, как бы. А в лучшем случае, там, среди них еще нацики, там, местные, еще кто-то там, которые, там, хотят оскорбивших когда-то, там, великую державу, или, там, победивших немцев, или еще кого-то. То есть, вот, предыдущий звонивший прав абсолютно, что это может быть везде. И проблема только в том, что это разные уровни восприятия, понимания и, ну, если хотите, воспитания, может быть. Ну, да. Слушай, мне пишут, что меня ругают за то, меня осуждают за то, что я ругаю поляков. Простите, пожалуйста, все, кто не знал, мне поляков ругать можно, потому что я сам поляк. Ну, все, ну, вот и все. Ну, на самом деле, на самом деле, если позволите, как бы, по вопросу голосования, я считаю, что, конечно, в очень большой степени там был именно межгосударственный, как бы, скажем так, вот, именно конфликт. То есть, это не просто болельщики вышли, там, потенциальных противников, там, вот, через два часа, там, начиная все матчи, а именно показать этим русским, там, типа, кто здесь хозяин, там, и так далее, и так далее. Ну, это мое мнение, соответственно. Спасибо, 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 спасибо. Слушай, а если была бы колонна англичан или колонна итальянцев, что было бы... Англичане, англичане имеют спортивное развлечение, которое известно всей Англии. Нет, послушай меня, нет. У англичан есть спортивное развлечение, которое известно всей Англии. Все, безусловно, англичане, которые долгое время, я не знаю, это сегодня делается или нет, но долгое время это делалось, которые приезжают на мальчишники в Латвию, просто я не знаю про Польшу, как делают англичане за рубежом, англичане за рубежом, внимание, они приезжают на мальчишники в Латвию трахать латышек, понятно, да? Ну, у них такой вид спорта, типа, парня с Женем, перед этим дерем латышек, они заезжают в Латвию, идут в старый город, дерут там латышек по черному и по белому, по всякому, после чего идут обязательно мочиться на стеллу независимости Латвии, это обязательное дело, ну что вы, да каждый день это происходит, в Латвии есть стелла независимости, стелла такая, Каждый день англичане, после того, как трахнут латышек и ужрутся в Зюзю, идут, и это спор, на спор, на спор они делают, на спор, обязательно мочиться на память независимости, это каждый англичанин обязан сделать, иначе ему паспорт не дадут Что тогда достается российским болельщикам, а не англичанин? Послушай меня, англичан в метро не пускают, если они не помочились на независимость Латвии, в метро не пускают, ты понимаешь, нет? Им паспорт не дают, если они не помочатся на независимость Латвии Так про Латвию все понятно, мы говорим про Польшу, что было бы оставить? Про Польшу тоже самое будет, англичане спокойно помочатся на независимость Польши, с таким же торжественным, изумительным щурясь, щурясь от счастья, ты понимаешь, нет? Ну что, нет? Как бы поляки бы ответили, просто бы... Лизнули бы! Почему, Сергей? Слизнули бы последнюю каплю, вот что сделали бы поляки Ой Слизнули бы последнюю каплю, вот что сделали бы поляки Я тебе говорю, это правда, это правда А почему тогда англичане испугались ехать в Польшу, и бывший игрок Англии сказал, не ездите, смотрите по телевидению, потому что вернетесь оттуда в гробах Вот это вот цитата, заявление, которое... Хорошо, теперь надо, значит, вместе ехать, надо англичанам ехать вместе с русскими, вдвоем и пройти одной колонной Вот это будет интересно по-настоящему Антанта! И все вместе к стеле независимости Польши Антанта! И все вместе торжественно к какой-нибудь стеле независимости Польши прошли бы хором, хороводом, понятно? Да Англичане имеют опыт с Латвией, мы их научим отношению к Польше, нет проблем, нет проблем Покажут, в заключении надо про счет просить некоторый, счет наполнить Мать, спасибо! Ничья, давайте скажем, что ничья, и мы пока не вышли в четвертый финал Светка, ты чудо Пока не вышли в четвертый финал Слушай, Светка, ты чудо, теперь слушай меня Мы обсуждаем эту тему уже полчаса. Давай уже поменяем тему. Спасибо тебе огромное за участие в программе. Реклама, потом меняем тему. Подъем. Так, смотрите, уроженцы Чечни и Ингушетии избили полицейских в Москве. 12 июня, 12.42. Это вчера, значит, они били полицейских. Создаётся впечатление, что у кавказцев война с полицией, потому что перед этим они избивали ОМОНовцев. Расскажите, пожалуйста, вот про побои, которые нанесли. Ну, там, смотрите, там самой дураки я не видела, да, но есть просто информация. Нет, там я видел фотографии. Они бьют ОМОНовцев. ОМОНовцы приехали в общежитие, в общежитие Государственной Классической Академии имени Маймонида. Да. Они пришли туда 8 июня. Знаете бывшее название этой академии? Благо. Государственная Классическая Еврейская Академия имени Маймонида. Значит, теперь слово еврейское убрали. Дальше. Там учатся чеченцы. Да. Они там учатся на юристов. Вообще очень любят юридический профиль, потому что потом идут в правоохранительные органы. Чеченцы любят идти в правоохранительные органы. А именно, в прокуратуру и так далее. Значит, смотрите. Они приехали за свидетелями туда. По поводу драки, которая произошла. Я так понимаю, что обеспечение ОМОНовское было потому, что боялись следователи являться. Это уже значит, как в Париже. Понимаешь, да? То есть русские милиционеры боятся появляться там, где много чеченцев. Боятся. Круто. Поэтому берут подкрепление ОМОН. ОМОН должен был подкрепление. Дальше. Прикрытие операции. Дальше что происходит? Чеченские студенты нападают. Нападают первыми, вроде бы, начинают толкать ОМОНовцев. Нападают на ОМОНовцев и начинают их выгонять. Сергей, ну это смешно звучит. ОМОН, ОМОН. Не звучит смешно. Чеченские студенты нападают на ОМОН. Чеченские студенты напали на ОМОН. Да, да. Чеченские студенты напали на ОМОН. Это ведется следствие по делу надрагамиловского европейского нападения чеченских студентов на парней москвичей, которые их сзади начали резать. Сзади подбежали со спины. Начали резать первый удар рядом с почкой и так далее. То есть чеченцы начали резать русских парней со спины, подбежав. Что говорит, конечно, о стиле. Ну, согласитесь, это стиль. Бить со спины – это стиль. Это стиль... Ну, ты считалась как подлость. Это подлость, конечно, это подлость. Это подлость. Чеченцы, вот эти конкретные чеченцы, сделали подлость. Они били со спины. Ну, вот, резали в почки, почки били. Ну, это какой-то такой у них стиль, может быть. Я не хочу генерализировать. Я не хочу генерализировать. Я просто говорю о том, что фактически произошло. Не хочу обобщать, не хочу говорить, что все чеченцы обычно бьют со спины. Ну, я не знаю, может быть, как кто-то и не со спины. Вот, значит, смотрите, и ОМОН приехал к зданию общежития ВУЗа на 7-й улице Лазенки в Новопеределке. Они должны были свидетелей драки выявить и препроводить... Вот сейчас, значит, они хотели поймать какого-то Бекхана Резванова, который жил... Резванова, который бил как раз. Нет, он жил в одной комнате с тем, который... Я понял. Они встретили отпор. Агрессивно настроенные молодые люди, чеченцы, стали толкать полицейских, потом стали избивать кулаками. Тем не менее, их там арестовали. После чего, как вы знаете, выступил Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров. Да, но можно еще буквально вернуть? У ОМОНовцев червенно-мозговые травмы и ушибы. То есть их били, будь здоров, там не синяки, понимаете? Да, ОМОНовцев избивали. Вот все. Вот все понятно. Видимо, пользуюсь численным превосходством. Может быть, ОМОНовцев было мало, и их избивали. Значит, смотрите. Я сама видела, как ОМОН бил моих студентов. Наоборот, говорит Вероника Коган. Ректор. Да, Вероника Ирина Коган. Я видела, как, наоборот, ОМОН бил моих студентов, говорит ректор ГК. Ну, а на фотографиях мы видим, как студенты бьют ОМОНовцев, тем не менее. Значит, смотрите. Несколько сотрудников обратились в медучреждение. То есть типично, типично теперь, что чеченцы бьют полицейских здесь, в Москве. И побеждают. И типично, что полицейские боятся оказаться в месте, где находятся чеченцы. Типично, что полицейские для того, чтобы обратиться, оказаться в месте, где находятся чеченцы, вызывают подкрепление из ОМОНа, который ОМОН тоже бьют. Тоже бьют. Значит, вот, вот что произошло вчера. Это вчера. На юго-западе Москвы. Ах, нет, простите, в ночь на вторник. В ночь на вторник. Понятно, да? С понедельника на вторник. Но сообщение об этом поступило вчера только. ЧП случилось в ночь на вторник, 12 июня, возле дома номер 81 по Удальцово. Улица Удальцово. Местные жители сообщили. Установлено, что к двум полицейскому, Чистовому и оперуполномоченному ОМВД России по району проспекта Вернадского подошли около семи человек в состоянии алкогольного опьянения и начали избивать. Прибывшие на место сотрудники, приехал наряд, значит, на помощь, задержали четверых из них, вот этих пьяных, чеченцев и ингушей. И доставили их для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Участковый попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, с отресением головного мозга и с ушибами. То есть один из двух избиваемых полицейских сейчас лежит в больнице. Это, однако, тенденция. Это, однако, тенденция. Вот я бы хотел к этой тенденции обратиться. Времени, поскольку у нас полторы минуты, то мы много звонков не примем. Но нам непременно нужно вернуться к ней в 9.40, когда после рекламы и обзора печати мы вернемся к этому. Смотрите, значит, если у вас какие-то есть дополнения... О, какой телефон длинный, из Германии кто-то звонит. Сейчас давайте спросим. Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте, это РСН? Да, это РСН. Вы прямо из Германии, откуда-то, очень издалека. Да, я из Германии. Мне можно... Да, пожалуйста, говорите, говорите, говорите. Говорите, вы в эфире, а времени меньше минуты. Прошу вас. Сергей, это вы, да? Это мы. Да, наберитесь, пожалуйста, маленькое терпение. Не могу, не могу. 23 секунды. Давайте. Да, я скажу вам. Я понимаю и разделяю ваши чувства национальные по поводу отношений с Латышской республикой и так далее и тому подобное. Но то, что вы сейчас говорили... Да. Это записано. И я думаю, у вас будут неприятности. Почему? Ну, потому что вы это говорите в такой форме, понимаете? Дело в том, что можно говорить относительно властей или то, что там творится, Влад, или что они творили, или что там делали, как они обращались. Да, да, да. Ну, скорее заканчивать у меня новости через три секунды. Но то, что касается народа, это вы... Какого народа, скажите мне? Какого народа? Латвийского. Латвийского народа. Значит, сейчас я вам говорю... Вы, во-первых, тему перепутали. Мы уже сменили тему. Вы далеко в Германии, да? Послушайте меня, послушайте. Значит, был на этих выхах... Вот человек пишет. Был на этих выхах... Выхи, это мы так называем выходные. Был на этих выхах в Латвии. Да, правда насчет англичан. Англичане приезжают на мальчишники, пьют, таскают латышских проституток, потом мочатся на памяти независимости. Да, это правда. Люди подтверждают. Об этом много пишет пресса. Почитайте газеты «Мой родной». Погнали, новости. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Обзор печати. Итак, сегодняшние газеты. Сегодня у нас 13 июня среда, а по средам обычно у нас выходят газеты «Аргументы и факты». Еженедельник. На первой полосе наркотики по рецепту. Заголовок статьи. С 1 июня в стране запретили без рецепта лекарства кодеинов, но основные их потребители вовсе не несчастные и больные. Кодеин вызывает привыкание и используется для изготовления дезаморфина, пишут сегодня «Аргументы и факты». Но далее в статье корреспондент рассуждает о том, что на самом деле, в конечном итоге, страдают обычные люди, которые вынуждены покупать эти лекарства по рецепту. В общем, получается, что проблема не решается, а только усложняется жизнь обычных граждан. И еще из газеты «Аргументы и факты» ориентация на себя. Опыт Китая говорит о том, что России не нужно вступать в ВТО. Плюсы и минусы этого вступления в сегодняшнем газете «Аргументы и факты». И здесь еще заголовки «Кому поднимут зарплату» и «Какой алкоголь самый безвредный». А также «Как сделать пребывание ребенка в сети безопасным». Газета «Ведомости». Большой материал на первой полосе. Обыски на марше. Рассуждает корреспондент и привлекает экспертов о вчерашних обысках, которые произошли в квартирах оппозиционеров. И вот мнение политолога Алексея Макаркина, который говорит, что власть воспринимает лидеров протестного движения как врагов. Причем эти враги связаны с зарубежьем. А диалога с врагом быть не может. Уступки кончились уже в декабре, говорит Макаркин. Но идти на белорусские репрессии российская власть не готова. Отсюда получается такая ситуация, что 11 июня были обыски и вежливое обращение уже 12 июня. Такая политика, по мнению политолога, еще больше консолидирует оппозицию, в которой вроде бы к 6 мая наметилось было размежевание. Вот подробности можно сегодня прочесть в «Ведомостях». И еще из «Ведомостей» бывший министр транспорта Игорь Левитин может возглавить единый московский авиаузел. Но помешать ему в этом может только оператор Домодедова. Собеседник газеты говорит, что Левитин с самого начала был идеологом объединения аэропортов. И этим он и хочет заниматься сейчас. Но Домодедова пока против. Как будут развиваться ситуации и какие плюсы и минусы от этого слияния будут в сегодняшней газете «Ведомости»? «Коммерсант» пишет о том, что Ксении Собчак теперь заинтересовались и налоговые органы, помешать следственного комитета. А все по причине того, что у нее в квартире были найдены большие суммы наличных денег. И теперь вот будет какое-то разбирательство. На «Рособоронэкспорт» наводят иранские ракеты. Еще один заголовок из газеты «Коммерсант». Члены Комитета по обороне Сената США потребовали от Пентагона ввести санкции против «Рособоронэкспорта». Так, сенаторы отреагировали на доклад американских спецслужб, утверждающих, что под видом продажи оборудования для коммерческих спутников российская компания передала Ирану технологии, которые могут быть использованы для баллистических ракет. Впрочем, американские эксперты сомневаются, что Пентагон откажется от контактов с российской госкомпанией. И еще из «Коммерсанта» утиль сдали в Думу. И осенью в России будет введен утилизационный сбор на автомобиле. Как удалось узнать «Коммерсанту», платить придется всем импортерам. Иностранные автоконцерты, концерны, запустившие производство в России, освобождаются от сбора только на модели внутренней сборки. Подробности в сегодняшней газете «Коммерсант». А «Московские новости» говорит о том, что рассказывает, что Рамзан Кадыров считает, что праздная чеченская молодежь позорит свой народ. После очередной драки чеченцев со спартаковскими болельщиками в Москве, Рамзан Кадыров едва ли не впервые сделал резкое замечание в ады чеченской молодежи, которая своим поведением, цитата, «провоцирует негативные отношения ко всему народу». Но ведь есть два заявления. Вот послушайте, Александр, на самом деле существует два заявления Кадырова. Одно из них – либо интегрируйтесь, либо возвращайтесь домой. И второе – заявление в поддержку. Да. И заявление в поддержку последнее, оно по стилю, что ли, оно серьезнее. Он обвиняет московских правоохранителей. Да. То есть Рамзан Кадыров говорит, сейчас, когда именно идут нападения чеченцев на полицейских, и есть еще одно нападение, к которому мы сейчас вернемся в 40 минут, Рамзан Кадыров именно поддерживает чеченских студентов, нападающих на полицейских. Ну, в общем, Кадыров вот так вот высказался, и вашим, и нашим, и в то же время, что все хорошие, но, в общем, нужно разбираться, наверное, дальше. Об этом сегодня пишут московские новости, ищу заголовок из «Известий». Программы Дальнего Востока и Северного Кавказа приостановлены Минфим и Минэкономразвитие разошлись во взглядах на развитие страны, и главное противостояние двух ведом заключается в том, что нужно принимать сначала бюджет или госпрограммы. Это был обзор прессы Александра Косногородская, Русская служба новостей. Это «Комсомольская правда». Сегодня 13 июля. Что? Они опубликовали на сайте накануне в 14.50 Рамзана Кадырова второе его высказывание. Значит, смотрите, почему полиция разбирается вот так с чеченцами после нападения у европейского. Напомню, в европейском произошло следующее, там, ну, со слов людей, которые там были, значит, шли, сидели в кафе двое русских москвичей. Спартаковские болельщики. Вдобавок, сидели... Чеченцы спросили их, что ты... Ну, так спросили одного из них, вероятно, не знаю, что вы на нас так смотрите, или что ты на меня так смотришь. То есть кто-то сидел, смотрел. Ну, это в вежливой форме, наверное. Да, вероятно, вероятно. Вообще прямой взгляд, прямой взгляд... Ну, это агрессия, это провоцирует какую-то... Прямой взгляд, например, в некоторых нациях и в частности, например, на канале Animal Planet в глаза собаки воспринимается как агрессия. Правильно. Да, да, да. Значит, перевод с собачьего есть такая программа, которая ведет на Animal Planet, такой латиноамериканец в Америке. И он говорит, что вот не смотрите в глаза собаке, потому что она воспринимает это как агрессию. Перевод с собачьего. Я просто смотрел эту передачу, поймите. Значит, ну и у некоторых наций, наверное, мне кажется, из вежливости тоже не смотрят в глаза. Нет, смотрите, Сергей, смотрят в глаза по-разному. Можно пристально, а можно как... Ну, короче, чеченцы спросили, как будто, как говорят, что вы на нас так смотрите, так смотрите, вот. А те говорят, да что мы смотрим, смотрим, молчим, смотрим. Делать что? Стали брониться друг на друга они. То есть, типа, а вам что? А вам что? После чего русские встают, уходят. Ну, побалагурили. Вероятно, с использованием какой-то агрессивной лексики. Может быть, даже и цензурной, но агрессивной, да? После чего русские встают и уходят. Их догоняет чеченец. И одного из них начинает резать со спины ножом, пытаясь прорезать почку, потом... Ну, и так далее, да? Там, не знаю, в область сердца, в легкие, куда-то бьет ножом. Вот. Режут со спины. Когда они уже ушли. Вот. Это... Значит, это ведется расследование. Полиция приезжает в общежитие, где жил покушавшийся на убийство. Чеченец покушался на убийство. То есть, полиция приезжает. Полиция боится чеченцев. Боится чеченцев. И вот сейчас чеченцы в ночь с понедельника на вторник опять избивали полицейских на улице Удальцова на юго-западе. Понимаешь? То есть, полиция боится чеченцев, видимо, обоснованно. Потому что полицию чеченцы избивают. Да. И это, в общем, ну, такой, в том числе и дэмидж такой моральный, да, урон, большой урон авторитету. Ну, вот. Они приезжают туда при поддержке ОМОНа, и чеченцы начинают избивать ОМОН. Рамзан Кадыров заявляет. Они признаны виновными только потому, что они чеченцы. Они хотят учиться и созидать, стать специалистами. Действия сотрудников, проводивших в общежитии чуть ли не спецоперацию по задержанию свидетелей, не удерживают никакой критики. Не дожидаясь результатов следствия, в случившемся обвиняются студенты. При этом за основу берется национальная принадлежность. Нет, ну мы не национальную берем принадлежность. Мы берем хабитус такой. Мы говорим чеченцы, не имея в виду национальность. Мы говорим люди из Чечни. Сейчас это как американцы, а американцы не национальны. Вот мы чеченцы, говорим не национальность. Там же разные национальности есть. Ну вот, мы говорим, чеченцы по происхождению, по географическому происхождению, чеченцы по географическому происхождению, кинулись избивать ОМОН. Значит, ОМОНа было просто мало. А Кадыров считает, что ОМОНа было много. И что это очень неправильно. Бытовой конфликт переводится в ранг событий ГСРФ. Вопрос. Что делать с этим? Что делать с этим? Полицейские, 788-107-0. Вас бьют чечены. Полицейские, вас бьют чечены. 788-107-0, если вы полицейский. Полицейские, вас избивают чечены. Это в общежитии. Оно не только в общежитии. На юго-западе полицейских избили чечены в ночь, на вторник. Позвоните, пожалуйста, полицейские. Алло, здравствуйте, вы полицейский. Алло. Спасибо. 788-107, алло, здравствуйте, вы полицейский. Здравствуйте, вы полицейский. Нет, нет. 788-107-0, мне нужен полицейский. Алло, здравствуйте, вы полицейский. Простите. Когда я говорю, мне нужен полицейский, я это и имею в виду. Поверьте, я вот на таком уровне понимания, у меня, мне все понятно. Алло, здравствуйте, вы полицейский. Здравствуйте, Сергей, я преподаю на нашем университете МВД. Да, вот вы полицейский, значит, вы преподаватель МВД. Скажите, пожалуйста, но это же урон авторитету, то есть полицейских сплошь и рядом избивают чеченцы. Ну, это урон государства, в первую очередь, власти. Завтра из мигалок будут вытаскивать наших вождей и избивать. Вот следующая очередь. Следующая очередь за вождями. Следующая очередь, потом за ванят журналистами. Ну, я думаю, что журналистов даже раньше, чем полицейских будут избивать. Наверное, наверное. Спасибо. Значит, полицейских избивают чеченцы. И я хотел обратить ваше внимание на то, что вот сообщение. Участковый попал в больницу с отрясением мозга. Около семи человек в состоянии алкогольного опьянения. Четверых удалось задержать. Это уроженцы Чечни и Ингушетии. Избивали участкового на улице Удальцова у дома 81. Он с закрытой черепно-мозговой травмой, с отрясением головного мозга и ушибами доставлен в больницу. Сейчас он в больнице. Его избили в ночь на вторник. Вы полицейские. Позвоните нам, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Я полицейский, бывший подполковник полиции. Ну, вот это же проблема. Значит, послушайте, ОМОН взяли в общагу, потому что боялись войти без ОМОНа. А, вы знаете, Сергей, я вам хотел бы рассказать конкретный пример из отношений аналогичной. Ну, давайте. На открытом состе есть Московский городской социальный университет. Да. Там есть общежитие. Там жило очень много чеченцев. Мы постоянно там проводили оперативно-рассные мероприятия, но, скажем так, они смотрели на нас, как мы действуем. Да. Если мы действовали все четко, правильно, как правило, не возникало таких конфликтов. Мы в свое время задержали человека, там, чтобы быть наркотиком. Ну, они относились к нам с уважением. А вообще, по взаимоотношению с чеченцами, я служил в отделение в свое время. Могу сказать вам следующее. Чеченцы люди особенные. Они уважают только силу. Если они видят вас сильного соперника, волка, они будут вас бояться и уважать. Если они видят вас в тряпку, они про вас пройдут катком. Скажите, а ОМОН тогда тряпка получается? Получается, они рассчитали силы. Они поехали, там, человек 10. Их сломали, естественно. Их сломали. А это нормально? Теперь ОМОН как бы опущен в шкале, простите, я имею в виду не уголовную лексику, а опущен в смысле авторитета, да? Абсолютно. То есть он ниже стал ниже, авторитет стал ниже у ОМОНа. 788, спасибо. 788-170, мне нужны полицейские. Мне интересно, что-нибудь будет предпринято в ответ? 788-170, алло, здравствуйте. Вы полицейский? Алло. Вы вздыхаете по-полицейски как-то? У вас полицейский вздох, да? Прошу вас. Нет, не полицейский. Спасибо. 788-170, мне нужен полицейский. Когда я говорю, что мне нужен полицейский, мне нужен полицейский. Я понимаю, что я спросил, поэтому вы не имеете права менять передачу. Алло, здравствуйте, я слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Алексей, я бывший сотрудник ОМОН, сейчас на пенсии. Ну, слушайте, ну это же полная лажа, избили ОМОН. Значит, и полная лажа, и ОМОН, иначе расскажу в двух словах, Сергей. Да. Значит, первое, значит, ОМОН выезжает не менее 20 человек от наряд. Не может быть 10 человек, это какие-то непонятные люди. Нет, нет, мы по счету, мы по фотографиям видим. Значит, может быть, там и было больше, да. Порое, значит, Сергей, скажу вам, значит, дополню, который сотрудник перед мной говорил, значит, мероприятие, они уважают силы, да. В-третьих, сейчас в связи с законами о полиции, со всеми вот такими бардаком, который творится в полиции, значит, ОМОН преднамеренно, я считаю, стал под удар, чтобы завести уголовные дела конкретные, понимаете, на этих чеченцев. Потому что знают, что 70-80% отмазываются просто так. Ну, и эти отмажутся, уедут сейчас в горы, куку, до свидания. Вот именно, значит, принимаются такие меры, потому что я, говорю, я общаюсь сейчас и с моими сотрудниками, и действующими, и, значит, бывшими. Сейчас, значит, вот эта кара идет, да, для самого твоего... Почему? Ну, слушайте, ну, их президент Кадыров заявил следующее, простите, сейчас я вернусь к цитате, потому что я не имею права без цитаты, правда же? Значит, президент Кадыров, или как, глава Чечни, вот так правильно будет, глава Чечни, заявил следующее. Не дожидаясь результата вследствия, случившись, обвиняются студенты. При этом за основу берется национальная принадлежность. Они признаны виновными только потому, что они чеченцы. Они хотят учиться, созидать, стать специалистами. Понимаете? То есть они светлые люди, светлые. А, значит, ну, а правоохранительные органы, в общем, подонки. Правильно, на это... Значит, он им показал, что он крышует их, понятно? Значит, они могут валить туда, и он их просто прикроет. Совершенно верно. Значит, когда реально уголовное дело, значит, задержание по уголовному делу, по нападению на полицейское, значит, преднамерение, значит, вопрещение, значит, побоев, ввече, соответственно, они будут заключены под стражу, чтобы они не выехали. Вы думаете, успеют? Я думаю, не успеют. 7-8-8-107-0, интересно, вы полицейский. 7-8-8-107-0, вы полицейский. Алло, здравствуйте. Мне нужен полицейский, 7-8-8-107-0, мне нужен полицейский, 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сергей, вы в провокарке. Спасибо, а вы полицейский? 7-8-8-107-0, 7-8-8-107-0, 7-8-8-107-0. Мне нужен полицейский, алло, здравствуйте, да. Алло. Вы полицейский. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр Сергеевич. Вы полицейский или нет? А себе так... 7-8-8-107-0, спасибо за словоблудие. Со словоблудием у вас хорошо получается. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Вы полицейский? Да. Ну так что делать, слушайте? Били, били, ночь на вторник били, раз. В общежитии били, два. Полицию начали бить. Ну, я вам же хочу сказать, что среди полиции тоже есть нормальные люди. Ну и что? Так что делать-то? Делать что? Я спрошу, что делать, а вы не говорите, хорошие или плохие полицейские. Что делать? Даже трудно сказать. Спасибо. Это интересный ответ. Этот ответ показывает примерное состояние духа. 9 часов 52 минуты. 9 часов 52 минуты почти. Звоним на биржу. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Фондовый рынок и Лев Быстров. Лев, здравствуйте, прошу вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Ну что ж, у нас российский рынок в субботу, он закрылся небольшим ростом. И, в принципе, мы отдыхали два дня, когда на всех рынках шли торги. Но, тем не менее, разрыва какого-то не получилось. И, фактически, вчера, несмотря на закрытие положительных американских площадок и европейских, то можно сказать с уверенностью, что это уровни конца прошлой недели. Соответственно, сегодня день у нас для российского рынка начнется либо от текущих значений, в принципе, с какими-то попытками, либо с умеренных распродаж. Все-таки у нас стоит отметить, что нефть ушла немного вниз за этот промежуток. Ну, вы же видите, что всеобщий успех, то есть, вы можете, может быть, подхватиться рынок, дай бог. Может быть, но волатильность, на самом деле, она характерна на текущий момент, конечно, все-таки не только для российского рынка. А резкие смены настроения мы видим, в принципе, по всем площадкам. Ночь в Нью-Йорке была очень хорошая, но нефть нам мешает, конечно, портить. Ну, сегодня будет еще многое зависеть от статданных. У нас после четырех пойдут уже данные по Америке, и на них тоже все-таки не могут не обратить внимания. Доллар сильный, 1,24,93. 1,24,93 доллара, он выровнялся у нас вчера, подрос и хорошенечко. Спасибо, Лев, будем вам завтра звонить. Спасибо, спасибо, спасибо. Погнали дальше. Подъем. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Госзакупки, алло, здравствуйте, это Андрей Черногоров с нами. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Ну, как вы поживаете, Андрей? Ну, все прекрасно. Ну, расскажите, какие интересные лоты есть на единой электронной торговой площадке. Значит, у нас сегодня компьютерное оборудование и оргтехника в Ростелеком на 27 миллионов рублей, и тоже компьютеры в Минюст на 5 миллионов рублей. Далее мебель в Академии ССБ 1,5 миллиона рублей. Поставка овчарка-ротвейлеров в МВД России на миллион дверей. Овчарку с ротвейлером или помесь этого самого... Нет. Влади Бастард какой-то или... И тех и других. И тех и других. А чарки, ротвейлеров... А много-много надо-то? Сколько? Сколько, не знаю, надо посмотреть. А по цене? Так неизвестно. По цене миллион двести. На миллион двести? По 12 рублей за каждую собаку. Ну, 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 ну. Дальше еще 20 плотов на установку счетчиков воды в школы Москвы на 200 миллионов рублей. И доставка экспонатов выставки Роберт Франк из Винтертура в Москву на 2 миллиона рублей. Спасибо большое. Это Андрей Черенгоров. Единая электронная торговая площадка. Погнали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении. Послушайте, Яндекс.Карты говорят о том, что народ вернулся, потому что пробки, пробки, пробки. Значит, смотрите, что у нас. Ярославка драматически плохая. Прям вот почти от Пушкина. Дальше. Почти от Зеленограда стоит голубь. Ленинградка стоит голубая. Но она, правда, не до конца. Там она у Шереметьева 2 ДТП. Поэтому такая фигня. Значит, еще. Стоит новая Рига от Красногорского круга. Стоит Минка перед выездом из Одинцова. Но сам после выезда здесь все чистенько вроде. И с 5 до 6 где-то стоит внешним кат. ДТП, 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 ДТП. С 5 до 6 по циферблату внешним кат. А на внутреннем совсем маленькая пробочка. Вот такая Москва у нас. Погнали, спорт. Подъем. 10 часов 4 минуты. Среда 13 июня. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая этой программы. Здравствуйте, Александра. На Маклая в сторону профсоюзских движений нет вообще. Наталья пишет. Эта ситуация с нашими кавказцами очень опасна. Одни болотные дискредитировали власть, а Навальный дразнит их. Кавказцев хватит кормить Кавказ. Наталья считает, что Кавказ так себя ведет. Кавказская молодежь так себя ведет в русских городах. Это от того, что Навальный их раздразнил. Если бы Навальный не раздразнил, все было бы абсолютно иным образом. Обстояло, говорит Наталья, которая... Наталья, извините, но вывод ваш недалекий. Женщина, вы, наверное, умная, а вывод ваш недалекий. Видите, я вас не хочу характеризовать, а вот ваш вывод, позвольте... Ну вот. Дадут ли квартиры избитым ОМОНовцам, спрашивает 55 из 48-го. Почему-то сам пишет на 48-м телефоне, а пишет, что он 55-й. Так. Он со счеткой 55-й. Люди, что с Ленинградкой за 2 часа 12 километров типа проехал? Ну, вы знаете, что там две аварии. Одна держит круг внизу у Икеи, и там совершенно сумасшедший дом на кругу внизу под Ленинградкой. А, значит... А вторая у выезда из Шереметьево-2. Еще авария. И вот они замкнули все это там окончательно. То есть внизу круг, который на параллельной, на дублёре замкнулся, и авария. И еще одна авария наверху у выезда из Шереметьево-2. И поэтому, значит, вот Ленинградка до этой точки не едет никак. Хорошо. Кадыров защищает своих, а Путин пальцем не шевелит. Русский народ предают, говорит 22-й. Сегодня ночью польские болельщики пытались прорваться в отель к нашей сборной. Устроили опять беспорядок ночью, пишет 58-й. Русских сажают на 15 суток за сопротивление властям. А этих нужно закрыть совсем в тюрьму для начала, ну и так далее. Русские таковы. Если русскую полицию забьют чеченцы, то в ответ они прессуют Ксюшу Собчак, пишет Русич. То есть русские полицейские, русская МВД работает так. После каждой оплеухи и пощечины от чеченца, русская МВД прессует Ксюшу Собчак за это. Боже мой. За это. На неживое место уже нет, наверное. Бедная, господи, да. Ну вот, слушайте, проблема остается, мы будем постоянно за ней присматривать. Просто несколько подряд эпизодов с тем, что чеченцы и вот последнее избиение полицейских чеченцами-ингушами произошло в ночь на вторник. То есть несколько эпизодов избиения полиции чеченцами-ингушами. То есть именно полицию бьют чеченцы-ингуши. И вот это стало явлением, я насколько вижу, что даже с ОМОНом бьют. Их даже бьют с ОМОНом. Мне кажется, потом будут вводить части внутренних войск, может быть, на территорию Москвы. Ну, какие-то районы Москвы будут внутренние войска вводить. Ну, им страшно, полицейским страшно, потому что их чеченцы бьют. Ну, вот и все. Значит, давайте вернемся к маршу, который миллионов, который там от 18 до 40 тысяч. И Ксюша Собчак, кстати. Мы можем вернуться к Ксюше Собчак, кстати. Давайте вернемся к избиенной. Дело в том, что... Послушайте меня. Я хотел бы дать напутствие оппозиционерам каким-то. Напутствие. Потому что, ребят, вот вы все свежие оппозиционеры. Мне очень понравилась статья, по-моему, была редакционная в «Ведомостях». И мне очень понравилось то, что пишет Лимонов. Лимонов. Значит, я хотел сказать, что когда вы оппонируете власти, причем это в любой стране так, вот абсолютно в любой стране, когда вы оппонируете власти, вы должны во всем быть абсолютно корректны. Понятно, да? Безупречно. Ну, абсолютно безупречно. То есть... Вот вы не можете оппонировать власти и жить кое-как. Понимаешь? Здесь должна быть искренность, правильно? Нет, когда... Только на шагающего человечка по зебре. Только по зебре. Никогда ты не можешь наискосочек пройти. Потому что наискосочек пройти может быть человек, который не вне поля... Но это так. Если ты об оппозиции, ты должен быть корректен во всем. Ну, разве нет? В общем, к оппозиционерам войны справились. У меня есть телефон, Лимонович. Сейчас мы посмотрим, Лимонович. Лимонович давно в этом деле. Понимаешь? И он говорит... Ну, он написал какую-то вещь. Сейчас, секундочку. Он написал какую-то вещь у себя в блоге, касающуюся этого. Ребята, они, например, знают, как нужно себя вести. Лимонович, Лимонович, берите, пожалуйста. У него городской, так что можно прям напрямую. Если я его не разбужу, или он возьмет трубку, мы послушаем сейчас. У меня и домашний, я не знаю, может быть, он сейчас в другой квартире. Ну, вот, Эдуард Вениаминович, правильно? Он любит, чтобы по отчеству. Да. Эдуард Вениаминович, здравствуйте. Это Доренко. Я из эфира. Да, слушаю. Эдуард Вениаминович, я выступил с короткой... Сейчас с коротким комментарием, где опирался на ваш ЖЖ. Мой короткий комментарий, я хотел бы, чтобы вы его развили. Заключается в том, что... А какой ЖЖ, вчерашний или сегодняшний? Нет, касающийся... Вот вы сейчас поймете. Я просто продолжу. Смотрите. Я сказал вот как. Что когда ты оппонируешь власти, ты должен даже дорогу переходить по зебре. Потому что нужно во всем быть тщательным, тщательным. Нельзя жить халабала, значит, и при этом дразнить тигра за усы. Значит, надо просто выполнять правила какие-то, да? Не держать там конверты, хрен пойми, какие и так далее. Вот. И мне кажется, что вы об этом писали. Вот почему я обратился к вам. Да, я вас слушаю, да. Вот мой вопрос в этом. Вы приучены к тому, что вы переходите по зебре. Вы абсолютно корректно себя ведете. И там, только и когда вы политически защищаете свои взгляды, вы обоснованно именно с точки зрения политической, там, можете, например, выходить на триумфальную. Но в остальном по жизни вы понимаете, что само оппонирование власти вынуждает вас жить сверхкорректно. Так это или нет? Да, конечно. Но я живу так, как мне никто не позавидует. Я уже где-то 16 лет не выхожу из дома один, например. Чтобы были свидетели, правильно? Да, чтобы были свидетели. Не охранники как таковые, потому что, впрочем, ОМОНа и СОПРа защитишься, не имея никаких прав. Но чтобы были свидетели обязательно. А вы выключаете из этого два года тюремные ваши или это помимо этих? Я не исключаю, я просто сказал, что с 96-го года, когда на меня было первое нападение, так до тех пор это было 18 сентября 96-го года. И я до сих пор, видимо, на всю жизнь храню, вот на глазных яблоках у меня, как вот зеркало, если расцарапать его с тыльной стороны, то вот такие темные пятна у меня. Каждое утро я просыпаюсь и вспоминаю этот проклятый богом день, когда на меня напали, я пошел один. Но новые оппозиционеры, то есть к вам теперь приблудились люди, которые раньше зажигали на дискотеках, а теперь они вот приблудились к вам. Да, да, конечно. Но вы можете дать совет им, чтобы все-таки они как-то почистили свои дела? Я предполагаю, что мало кто из этой публики переживет несколько сезонов. Я думаю, что они уйдут, поскольку они не представляли, видимо, как на самом деле обстоят дела, что ты находишься постоянно под колпаком, и это надо иметь огромные силы, и были большие нервы. Я вижу, они вчера там бледные были после допроса. Но я таких допросов прошел, и товарищи, ну, огромное количество, ничего там удивительного нет. Каждый, почему шесть часов занимает допрос? Ну, потому что следователи, еще есть и присутствие адвоката. Каждый вопрос, формулировка обговаривается, потом он его медленно, двумя пальцами забивает в компьютер. Да, это правда. Следователи часто, может быть, они не понимают, следователи часто даже бывают добродушно относятся и сами подсказывают формулировку. Постоянно оправдываются, говорят, вот депутат написал, чтобы мы провели проверку, что нам делать. Это даже следователи ФСБ так себя ведут. Ну, это мы говорим не к тому, что они такие прекрасные люди, а к тому, что они так ужасно прямо обескровлены. Обескровленными голосами вчера там жаловали Собчак на жизнь. Ребята, это как бы цветочки. Если вы туда пойдете, гуглил этот коридор политики, то вас со всех сторон будут ожидать, я не знаю... Ягодки. Йогодки. Да, будут, наверное, да, ягодки, я сказал. Дорожен, спасибо, спасибо вам огромное за участие. Вот я хотел просто, я прочитал строки из вашего ЖЖ, но не в самом вашем ЖЖ, а в редакционной статье «Ведомостях». И поэтому обратился к вам. Спасибо. Спасибо вам. Здоровья, здоровья, здоровья и все. Это Лимонов. Значит, я реально вот к Лимонову отношусь с вниманием и считаю его... Жалко мне его даже. Я считаю его даже скорее поэтом, душа поэтов. Философ, Сергей. Он философ и прозаик хороший, и поэт, конечно, по духу. Ну, слушай меня, так вот эти вся стринги, вот эта вся компания в стрингах, вся эта, значит, все эти вот эти бомонты, которые вдруг сделаны фрондерами, вот эта вся фронда, она должна понимать простую вещь. Что когда ты оппонируешь власти, вообще в любой стране, вообще в любой стране, да? Вообще. Когда ты оппонируешь власти, ну, так сказать, там в Гане тебя просто отрежут голову в Гане. Там, не знаю, а в Штатах за того будет ФБР следить, слушать и все, чего хочешь. Припляшут тебя к какому-нибудь уголовному делу, понятно, да? Да. И поэтому будет правильно тебя слушать, понятно, да? Секретный разведка. Ребят, ну, вы полезли в серьезную работу оппозиционную. Вы серьезно, серьезно пересрались с властями, ребят. Ну, значит, вас, вам теперь переходить дорогу только по зебре, только по зебре, понятно, да? Значит, деньги иметь все на карточке. Либо в офшорах, спрятанных так, что мама не горюй, понятно, да? Ну, и так далее. Вы не можете жить так, как будто у вас праздник жизни и праздник обсирания власти одновременно совпали. Это не бывает такого. Ну, так не бывает, ребята. Хорошо, через минуту вернемся. Подъем. С Сергеем Даренко. Найрусом. Ну, вот, давайте это обсудим. Хотите это обсудим? Ну, вчерашний митинг какой-то был, говорят, какой-то такой, ну, чуточку вот... С одной стороны, они пытаются структурироваться, оппозиция не системная, пытаются структурироваться. Это очень важно. У них панифест проработан, у них там еще что-то проработано. Значит, они пытаются объединиться вокруг каких-то лозунгов и так далее. И это, наверное, ну, как бы интересно. Это первое, да? То есть можно рассматривать политическую компоненту. Попытка выйти в порядку. Можно, да? Нет, но они пока все равно на нигилизме строятся. Путин в отставку. То есть нет Путину, они говорят. Значит, они все равно строятся на нигилизме. Так, если не Путин, то кто тогда? Немцов, что ли, я не пойму? Неизвестно, у них же нет лидера, Сергей. Мама, а же пожалейте меня. Всякого лидера, которого я из них вижу, всякого лидера, которого я у них вижу, я прошу пожалеть меня. Пожалуйста, пожалейте меня за что-нибудь. Я не знаю, что... Навальный, Сергей. Можно нет. Можно нет. Навальный бросил дело, которое занимался. Навальный занимался разоблачением коррупции. Перестал. Где его? Он писал по Магнитскому. Он писал по Транссибу. Он абсолютно серьезные документы выкладывал. Интересные. Я хочу продолжение. Где продолжение? Навальный хрен знает, чем сейчас занимается. Хрен знает, чем сейчас занимается. Он сдался или что? Я не понимаю, потому что Навальный не имел права оставлять эту свою деятельность. Он ее оставил. Он больше не занимается коррупцией. Он сделал себе имя. Сделал себе имя, как некоторые полагают, на заказе. Понятно, да? Сделал себе имя, как некоторые полагают, на заказе. Об этом писали, кстати говоря. Его нынешние соратники. что транснефть Навальному заказали. Нынешние соратники об этом писали просто. Ребята, не надо прятать глазки. Глазки не прячьте. Писали, что заказали транснефть. Понятно, да? Что заказали и так далее. Значит, Навальный сделал себе имя и слинял. Он же не продолжает эту деятельность. Где? По инерции это все идет. По инерции, но извините, надо работать. Надо работать, понимаешь? Значит, Навальный прекратил. Пожалейте меня. Если вы мне покажете любого лидера оппозиции и скажете, что он сделается президентом России, я пойду плакать тихо. У меня уже майка мокрая. Но даже если не из оппозиции, все равно же ведь никого нет. Никого нет. Это проблема другого плана. Значит, либо общество не созрело до выявления настоящих лидеров мнений, либо действительно Путин выкорчевывает травиночки и ничего не растет. Ясно. Потому что дерево, 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 сначала травинка. Дерево, сначала травинка. А если их выкорчевывать, ни хрена деревьев не будет. А если общество созрело уже до оппозиции, можно... Ну, на, вот им говорят, выйдите, пожалуйста, скажите. Люди, скажите, выйдите на сцену. Скажите, люди, скажите. Людям что-то, слово скажите, и мы за вами пойдем. Что вы сказали? Фу! Ничего не... Они сказать ничего не могут. В этом же проблема. В этом же проблема. Так это проблема общества или проблема оппозиции? Это проблема общества. Это проблема, честно говоря, не оппозиции. Значит, мы еще не готовы тогда получить... Ну, значит, нет общества. То есть мы просто движемся к какой-то цели. Ну, оно зарождается. Оно зарождается. Оно зарождается, общество. Слава богу. Тогда какие у нас претензии сейчас к оппозиции? Ну пусть живет куда-то. Никаких у нас нет претензий к оппозиции. Говорят, что люди еще улыбаются. Знаете, кто был? Пожалуйста, кто был? Кто был вчера, ходил. Значит, мне интересно. А Путин, что был лидером, когда? Спрашивают, 35-й абсолютно справедливо. Абсолютно справедливо. Путин не был лидером в 99-м году. Но Путин сказал то, чего от него ждала нация. Понятно, да? Он сказал, дойдем до Терека и пойдем за Терек. Вот что сказал Путин-то. Вы что, не помните, что ли? Что, маленькие были? Путин сказал то, чего ждала нация. Мгновенно сказал, что сепаратистов будет уничтожать. Сказал Путин. Он сказал то, чего ждала нация. Ну неужели вы сейчас будете детский сад выдумывать? Неужели вы думаете, что он победил по какой-то другой причине в 99-м году? Что нет? Он сказал, а чуть позже, когда уже пришел к власти, пришел к власти при поддержке олигархов, чуть позже сказал, а я сейчас отстраню олигархов. Ну как-то не отстранил, конечно, ни разу, но приструнил, двух выгнал, остальных приструнил. Нет, двух выгнал, но посадил, остальных приструнил. Ну, Гуся с Березовским выгнал. Да, Ходора посадил. Ходора посадил, остальных приструнил. Все. Ну как-то так. Ну все. Значит, свежий доллар пришел, 32,93. 32,93 свежий доллар. Значит, давайте говорить. Вы вчера ходили на акцию. Я хочу вот с вами вот эти вопросы обсудить. 788-107-0, если вы вчера были на акции. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, меня Настя зовут. Я как бы не вполне была на акции, я работала в штабе помощи потенциальным задержанным. Ну, учитывая события, что в салмай было... Ну, можно сказать, что вы вчера были все равно как-то в поле, то есть вы... Ну, да, безусловно. Я, собственно, поэтому и позвонила. Вот послушайте, ну, Путин не был лидером, пока он работал в ГБУшке, не был лидером, когда он работал там у Пал Палыча, и не был лидером ни разу, и так далее. Ну, послушайте меня, ну, когда он говорит, что сепаратистом смерть, он становится де-факто лидером. Ну, что мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что... Сергей, если можно, я вам попробую пропагандировать. Давайте. Во-первых, несколько утомительной темы с тем, что давайте лидеров. Вот прямо вот сейчас давайте лидеров. А то, ну, там, если не Путин, то кто? И вообще не важно, может, и Путин, просто Путин, ну, как бы немножко задумывается. Все началось вообще с вопроса процедуры. Настя. Ну, что Путин походил не того, а что прекратить нас наказывать, да? Настя, спасибо. Вот это то, что вчера здесь Борис Надеждин сказал. В этой студии были умнейшие люди. Алексей Чесноков, абсолютно умный человек из «Единой России», да? Был Борис Надеждин тогда. И они сказали, вот в Красноярске... Ну, я слышал, Кирилл Мартынов, да. Вот, слушай, в Красноярске победил «Единоросс». Ёлки, аплодируем, аплодируем. Не было бросить. Все замечательно. Смотрите, Сергей, у меня сейчас знакомые, ну, вот, избиратели. Ее избиратели ездили в город Суворов, очень маленький, как город в Тульской области, где они, собственно, считали голоса. Вот, и кто единоросс? Все были в офигении от того, что они честно считали голоса за единоросс. Проблема не в единороссах, а в честно считать. Абсолютно согласен с вами. И в Красноярске так же. И в Красноярске так же. Там нахимичили только в одном. Нет, в Красноярске нахимичили с тем, что выборы были посреди длинных выходных, и обеспеченные граждане, конечно, отвалили. Значит, но считали абсолютно честно, все наблюдатели говорят. Да, и все в восторге. Ну, просто вы вполне справедливо сказали, что с травой, как бы, и с лесом у нас сейчас не очень. Но вот вся эта гражданская активность, мне кажется, имеет своим потенциальным результатом, не сейчас, потенциальным результатом, тем, что с травой у нас, как бы, будет получше. Потому что нельзя заменить все живое одним Владимиром Владимировичем Путином. Как бы он прекрасно не изомерил утерек и все остальное. Да. Но нужно что-то другое. Нужно сказать альтернативой. Нужно, чтобы особенно эти народы взбодрились, посмотрели, так сказать, вокруг. Немножечко поимели страх. На предмет того, что, возможно, да, возможно, они не лишены. Возможно, их как-то все-таки сменят, им придется за что-то отвечать. Ну, потому что, Сергей, согласитесь, ну, реально, очень много страха не имеет вообще. Вот просто вот вообще. Да, 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 да. Значит, они должны, они должны сознавать, что, они должны сознавать, что, они на сцене, а в зале есть люди. В зале не пьяное быдло, в зале не пьяное быдло, а люди. Безусловно. А также, что снимут Путина в результате этой активности, может полагать, по-моему, только Евгения Марковна Альбаца, а больше, в общем, никто об этом и не думает. Подождите, вот вы такая интересная собеседница, у нас есть еще минуточка? А или там реклама должна быть? Слушайте, Настя, Настя, а если я вас подвешу или перезвоню вам? Да, конечно. Я прям не хочу с вами разучаствовать, значит, через минуту я вернусь, просто вам перезвоню сам, ладно, договорились? Нет, по-моему, конечно, да. Подъем. Перезваниваем Насте, у нас есть две с половиной минуты, да, мы перезваниваем Насте, вот так-то. Сейчас попробуем быстренько, потому что Настя сказала абсолютно важную вещь. Демократия – это процедура, вот все должны играть просто честно. Потому что, когда мы занимаемся большевизмом со всех сторон... Да, Настя, мы возвращаемся в Настю, я знаете, что думаю? Вот в известной степени в 90-е годы, простите, нужно было быстро, вот я помню свой разговор с Беллой Курковой в Петербурге. Она заняла здание школы, говорит, мне, говорит, Собчак подарил, Собчак, ну, отец Собчак, мне, говорит, подарил по существу это здание там за 27 тысяч рублей, по-моему. Я ей говорю, Беллочка родная, значит, в 93-м году, правильно, мы были с Вовкой, она нечем вместе. Значит, я говорю, слушайте, ну это же воровство, сказал я, как всегда был нагл, она говорит, вы не понимаете, это бастион демократии. Это бастион демократии. Когда придут красножопые, мы будем отбиваться из бастионов демократии. Я говорю, Беллочка, ну похоже на воровство со стороны, я говорю. То есть вот мы должны, мы должны отказаться все от большевизма. В смысле, извините, я при этом там сочувствую левым, да, и большевикам, но от большевизма, от большевизма, от большевизма стиля Лайолы, когда цель оправдывает средства, Игнатий Лайолы. Вот это нужно отказаться и просто сказать себе, ребят, мы установим правила для всех, для ядросов точно, точно, не дадим, не дадим гадам не по проценту. Так вопрос как бы вот как раз с мнением формации. В 90-е, да, как бы качнулся маятник в одну сторону, сейчас он вполне закономерно, ну вот в конце 90-х, качнулся в другую. Было бы классно его выровнять. На самом деле люди ходят, ну понимаете, люди ходят адекватные в абсолютном большинстве своем. Вот реально, абсолютно адекватные люди, которые вообще не хотят ни революции, не хотят там каких-то, действительно, ну вот потрясений такого, как сказать, неприятного характера. Ну там типа давайте опять все отберем и поделим, давайте опять сделаем там торжествующую демократию, давайте опять сделаем, я не знаю, там империю, еще что-нибудь, нет. Просто люди хотят, чтобы немножечко все вот, ну как бы, те, кто потерял страх, мы немножечко нашел. Ну конечно, слушайте, ну кобель, вы у вас есть собаки? Да. Ну вот, ну кобель выбирает всю цепочку, весь поводок, кобель выбирает весь поводок. Так ты держи поводок короче, вот что должно делать общество с государством, с властью. Кобель всегда выберет весь поводок. Мне вообще не очень понятна мотивация власти, ну Путин, наверное, имеет там, ну я не знаю, ну 40%, да, там, ну какие-то очень большие цифры, даже вот с европейской точки зрения, например, очень большие. Ну как бы, че не правиться-то? Ну как бы, че не работать-то? Че единороссом не работать, не искать там, это же классно, когда есть какие-то левые, которые проводят социальные гарантии, понимаете? Больше на это можно на них списать, на этих левых. Конечно, когда правые занимаются... Ой, время, Настенька, Настенька 16 секунд перебрали, от новостей святое, святое. Спасибо вам огромное, спасибо, новости. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Обзор печати. Читаем сегодняшние газеты и начинаем с аргументов и фактов еженедельно, которые выходят у нас по средам. Первая полоса – наркотики по рецепту. С 1 июня в стране запретили продавать лекарства без рецепта, содержащий кодеин. Основные их потребители вовсе несчастные больные, а кодеин вызывает привыкание и используется для изготовления дозаморфина. И в этой статье АИФ пишет, что глупо думать, что рецепты остановят наркоманы. В борьбе за дозу они способны убить или купить поддельный рецепт. Для них это все не проблема. И не секрет, что многие аптеки не потребуют даже и рецепта, а либо получить прибыль. В общем, приходит к выводу корреспондента о том, что пострадали обычные люди, которые этими лекарствами просто снимали боль. И еще из аргументов и фактов ориентация на себя. Опыт Китая говорит о том, что России не нужно вступать в ВТО. Очень важно понимать, когда и зачем Китай вступил в ВТО. Это было в 2002 году, когда страна находилась в процессе экономических реформ и нуждалась в иностранной валюте. И тогда вступление в ВТО, решение принять Олимпийские игры стало сигналом зарубежному миру. А сейчас ситуация складывается иначе, и деньги сейчас вовсе не в США и Европе, а на Востоке. Выходит, что если нам нужны инвестиции, то для этого вступать в ВТО вовсе не надо. Об этом можно прочитать в газете «Аргументы и факты». А газета «Ведомость» на первой полосе публикует материал под заголовком «Обыски на марше». Он посвящен вчерашним обыскам в квартирах оппозиционеров и прошедшему вчера же митингу. Здесь в этой статье приводится мнение экспертов, и вот один из них, политолог Алексей Макаркин, говорит, что власть воспринимает лидеров протестного движения как врагов, причем связанных с Западом. А диалога с врагом быть не может. Ее уступки кончились уже в декабре. Но идти на белорусские репрессии российская власть не готова. Отсюда возникает половинчатость. Обыски 11 июня и вежливость на митинги 12 июня. И, по мнению политолога, такая политика еще больше консолидирует оппозицию, в которой, казалось бы, к 6 мая наметилось размежевание. Подробности в «Ведомостях», которые, кстати, еще публикуют статью «Небесный министр». Она называется «Бывший министр транспорта Игорь Левитин может возглавить Единый московский авиаузел. Но мешать ему в этом может только оператор Домодедова, который пока согласия не дает». Левитин с самого начала был идеологом объединения этих аэропортов, и он этим и хочет заниматься, говорит, человек, близкий к аппарату правительства. Коммерсант сегодня тоже несколько публикаций посвящает оппозиции, прошедшим митингам. Вот, в частности, обращает внимание на то, что помимо Следственного комитета, Ксении Собчак заинтересовались и налоговые органы. Это связано с крупной суммой наличной валюты, которую обнаружили у нее дома. И на Рособоронэкспорт наводят иранские ракеты. Это тоже сегодняшний коммерсант. Члены Комитета по обороне Сената США потребовали от Пентагона ввести санкции против Рособоронэкспорта. Так, сенаторы отреагировали на доклад американских спецслужб, которые утверждают, что под видом продажи оборудования для коммерческих спутников российская компания передала Ирану технологии, которые могут быть использованы для создания баллистических ракет. Впрочем, американские эксперты сомневаются, что Пентагон все-таки откажется от контрактов с российской компанией. На то есть некоторые причины, которые можно сегодня прочитать в газете «Коммерсант». Утили сдали в Думу. Осенью в России будет введен утилизационный сбор на автомобиле. Необходимые поправки уже одобрил профильный комитет Госдумы. Платить придется всем импортерам. Иностранные автоконцерны, запустившие производство в России, освобождаются от сбора только на модели внутренней сборки. И дилеры считают, что почти все популярные бюджетные модели уже локализованы. А на премиальный сегмент удорожание машины на 20-45 тысяч рублей существенно не повлияет. Хотела еще обратить внимание на газету «Московские новости», которая сегодня публикует материал под заголовком «Педагогическая проблема». Рамзан Кадыров считает, что праздная чеченская молодежь позорит свой народ. После очередной драки чеченцев со спартаковскими болельщиками в Москве, Рамзан Кадыров едва ли не впервые сделал резкое замечание в адрес чеченской молодежи, которая своим поведением, по мнению Кадырова, провоцирует негативное отношение ко всему народу. Но также он еще высказался по московским правоохранителям, которые, по его мнению, склонны переводить бытовой конфликт в события государственного масштаба. Вот тут в статье в «Московских новостях» еще много цитат из выступления Кадырова. Вот, газета «Известия», программы Дальнего Востока и Северного Кавказа приостановлены. Минфин и Минэкономразвитие разошлись во взглядах на развитие страны. И главное противостояние двух ведомств стоит в том, что принимать сначала бюджет или госпрограммы. Об этом в «Известиях». И еще из «Известий» Минобороны вооружает разведчиков шпионскими камнями. Министерство обороны начало закупку электронных устройств разведки, которые можно забрасывать в стан врага. Внешне это такие шпионские камни, которые похожи на толстую книгу и в замаскированном положении могут месяцами контролировать обстановку в тылу врага, а во время атаки наводить пушки и ракеты. Это была в зор прессе Александра Косногородская, Русская служба новостей. Вот смотрите, значит у нас есть Дмитрий Муратов, который главный редактор «Новой газеты». Человек, который очень известный в обществе и очень известный в журналистике. И Дмитрий Муратов написал письмо Бастрыкину. Написал письмо Бастрыкину о том, что Бастрыкин угрожал Сергею Соколову, заместителю Муратова. Вот, и он угрожал, его вывез в лес и угрожал, но там, так сказать, не просто вывез в лес, это, конечно, но сейчас попробуем связаться с Муратовым, да, если получится. Ну вот, по крайней мере, мы звоним по его телефону. Не предупреждали о звонке, не предупреждали о звонке, нет. Возьмет трупку, значит, возьмет. Нет, так нет. Значит, сегодня просто открытое письмо в «Новой газете» о том, что Сергея Соколова вывозили в лес и... Ах, нет, он сбрасывает. Нет, давайте все-таки мы проявим настойчивость, давайте. Он сбрасывает, я думаю, может быть, там что-то такое, но мы попробуем все-таки проявить настойчивость, мы попробуем. Потому что я хотел бы его в прямом эфире прям вот вывезти. Он рассказал бы вам, ну... Вы знаете, мы не делаем продюсеринга никогда, не предупреждаем никого и так далее. Алло? Нет, пока нет. Какая жалость. Очень жаль. Значит, он считает... Значит, дело развивалось таким образом, что Сергей Соколов, заместитель Дмитрия Муратова, написал что-то дерзкое. Потом с Бастрыкиным они говорили. И Бастрыкин решил, что извинения за эту дерзость должны быть принесены ему лично при личной встрече на коллегии в Нальчике. Сергей Соколов был вызван на коллегию, где принес извинения за эмоциональность, но по существу задал вопросы. Речь шла о том, что цеповязу дали всего лишь 150 тысяч наказания. И Сергей Соколов возмущался по этому поводу. Вот. И, значит, Бастрыкин не принял извинений, сказал, что не принимает извинений, выгнал, как говорит Муратов, Соколова из зала коллегии. И после того, как он его выгнал из зала коллегии, самолет был специальный, то есть это был специальный самолет. Сергей Соколов, ну, специальный самолет, на котором летели московские щеноколлегии, вот в Нальчик. Сергей Соколов был приглашен на борт, поэтому он возвращался тем же бортом. Потом охрана Бастрыкина вывезла Сергея Соколова в лес, пишет Муратов. И там в лесу Бастрыкин приказал охране отойти. И вот, значит, наедине с Сергеем Соколовым из «Новой газеты» он наговорил ему гадости, в том числе угрожал жизни. Ну, там лексика, значит, всякая. Вот, кстати, лексика причудливая. Лексика из этого письма. Вы в крайне экспрессивном состоянии высказали Соколова о газете, редакционной политике, как вы охарактеризовали нашего погиба. У Муратова летучка! У Муратова летучка! Ну, если у вас сейчас, вы знаете, летучка, ну, зайдите, пожалуйста, на... Ну, пожалуйста, нам нужно две минуты. Эй, люди, новая газета. Ну, скажите, что Доренко трезвонит, как полный придурок. Куда я знал, что у него сейчас летучка? У меня летучка в 7 утра первая, а в 8 вторая. А у них, видишь, они же спят, потому что это газета. Газета им положено спать все время. Алло, Дмитрий? Да. Дмитрий, здравствуйте. Мы читаем ваше письмо, простите, но я... У нас нет продюсеринга на передаче, поэтому мы не предупреждаем никогда. Простите. Это Доренко. Вот то, что я сейчас пересказал письмо, скажите, насколько вы относитесь к этому всерьез, потому что, ну, все-таки глава Следственного комитета, все-таки, конечно, у него есть возможности, как мы понимаем, в том числе и убийственные возможности. О, хорошо сказано, Сергей Леонидович. Сергей Леонидович... Нет, а почему вы... А почему вы, простите меня, по отчеству вдруг это... Сергей, скажи, ты меня много лет знаешь, да? Да. Скажи, пожалуйста, эта редакция постоянно живет в истории достаточно тревожного фона. Абсолютно. Абсолютно. Прето никогда не делает из себя ньюсмейкера. Никогда. Да, я знаю. Но мы следим за судьбой вашей, потому что у вас действительно... Причем страшные жертвы бывают. Сереж, в том-то все и дело. Значит, мы пытались не делать из этого историю под названием там информационная бомба, и уж тем более мы категорически не участвуем ни в какой войне между там Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой. Ну, конечно. Больше того, мы сотрудничаем со Следственным комитетом России по делу Политковской, просто с головой мы туда вовлечены. Сереж. И вы благодарны им, я помню, как вы об этом тоже публично заявили. И многократно говорил спасибо за добросовестную работу в бригаде Горебяна. Да, да, да. Точно, абсолютно. А если это разговор двух мужиков... Дмитрий, да, Дмитрий, а если это двух разговор мужиков, знаешь, бывает по пьяне, двое мужиков там убью, 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 а на завтра... Согласен, Согласен, Сереж. Да. Тогда не вывозят с охраной в лес. Это верно, это верно. Вот и все, Сереж. Это верно. Тогда это разговор на равных. Тогда, если господин генерал даже употреблял слово дуэль, значит, это тогда выяснение вот таким вот отношениям. А когда мы имеем дело с должностным лицом, находящимся рядом со своей охраной, с несколькими офицерами, и которые фактически, да, в запале, да, в таком, в нагретом виде, что называется, угрожает моему сотруднику, первому заму, одному из основных толпов редакционных, руководителю службы расследований, о том, что, значит, можно и прибить об дело, потом он будет вести, или он, падло, извиняется, и со всеми там словами, возможными, с фонариком в лицо, о чем сказать ту деталь, которой не было в письме. Да, да. То вот это не разговор двух мужиков, это разговор разгоряченного председателя Следственного комитета России, я хотел бы это напомнить. В фильме Гувер, о Гувере, где его исполняет Ди Каприо, похожего нет. Да, 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 да. Вот мне казалось, что люди так высоко не должны распоясываться. Понимаешь, они могут, конечно, стрелять с моста по парламенту, обосновывая это политической надобностью, но распоясываться, как шлюшки в наркопритоне, вот так нельзя. Вот это чересчур. Это чересчур. Я, честно говоря, потрясен. Тем не менее, Сереж, если ты видишь, что в письме оставлены все возможности, мы не излагаем подробности, которые требуют, как тебе известно, всегда из зала, да? Да, да. Мы оставляем все шансы для того, чтобы Александр Иванович ответил, объяснился. Если это эмоциональный срыв, мы продолжим сотрудничество. Если он не ответит, то тогда я непременно расскажу, что мы будем делать дальше. Просто сейчас бы я этого делать не хотел. Не надо. Не вопрос. На детекте лжи, Сережа, на детекте лжи она будет предложена просто сразу. Скажи, пожалуйста, значит, вот такой вопрос. У него сейчас два шанса, на самом деле. Ну, как бы попятиться у Басрыкина, да? И, с одной стороны, просто охранять вашего Сергея Соколова, ну, негласно охранять, просто потому что сейчас если хоть волос упадет с его головы, понятно, кого подумают, да? Значит, он должен сказать, ребят, просто я его охраняю день и ночь. И все. Первое, второе. Или мстить. Вот как ты думаешь, куда он пойдет? В какую сторону? Сереж, понимаешь, я не думаю, что у них есть много сил для охраны, потому что в основном они сейчас заняты перетряхиванием спальня Ксении Анатольевны Собчак. Да. Которая ходит при этом в стрингах, прости за деталь, да? Да, да, да. Есть ли у них кадры дополнительные для охраны? Во-вторых, конечно, как мы можем этим людям сейчас доверить охрану Соколова? Нет, он негласно будет охранять, но меня так враги охранятят. Я не знаю, я вот, я в оттенках их сознаний в отличие от тебя, Сереж, не разбираюсь, извини. Спасибо. Дмитрий, спасибо большое, что ответил на наш вопрос. Спасибо. Сереж, спасибо, привет. Спасибо, привет. Это Дмитрий Муратов, вот новая газета. Значит, слушайте, ну это страшная тема. Ну это страшная тема. Не зря я думаю, что я надеюсь, что Басрыкин охолонет, скажет, да ладно, ну действительно злился, что. Сергей, я думал, мы уже пережили этот этап, когда мы продолжали. Ну как-то, да, это пахнуло 90-ми. Ну, значит, со зла что-то наговорил, да и тот наговорил, да и все наговорили, да и тот наговорил, и этот наговорил. Ребят, послушайте, вот как вы считаете, представитель Следственного комитета, вы как думаете, вот этот вопрос, который я задал Дмитрию Муратову, пожалуйста, скажите мне, вы как думаете все-таки, меня враги охраняли, просто я вам могу сообщить. Меня враги охраняли. Надеюсь, и сейчас я хожу под охраной врагов. Конечно, конечно. Вам виднее, наверное. Нет, 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 меня враги охраняли, И я абсолютно убежден, что до сих пор это делали. И меня не просто охраняли, а прослушивали и так далее, и так далее. То есть это все там, как бы, много моих врагов постоянно рядом со мной по разным причинам. Лужков просто говорил об этом в эфире. Что говорил? Что он рядом с вами, потому что он вас враг? Нет, он просто говорил, что я Доренко буду охранять, потому что, не дай бог, с ним что случится. А, подумает мне. Ну, сейчас тоже другие меня охраняют, меня охраняют. Ну, вот слушайте, значит, я хотел просто голосования. Ну, вот Бастрыкин, он что теперь будет делать после того, как он в сердцах наговорил то, что не подобает, говорит, чиновнику? Он будет охранять заместителя Дмитрия Муратова, 916-55-81, и все-таки продолжать мстить, 916-55-82. Бастрыкин будет охранять, ну, как бы нахомутал, но нахомутал. Ну, все, теперь ясно, что волос не должен упасть с головы, да? А он будет его охранять теперь, 916-55-81. Или все-таки мстить, 916-55-82. Ну, знаешь, вот в низах общества, в низах общества приняты дерзкие лексемы. Низы общества легко друг друга оскорбляют. Это и в семьях, это и на работе, это и все, да? Ну вот, но в верхах мы полагаем, что люди должны получить какую-то выучку, какую-то версаль должен. Наверху должен быть версаль, а не шлюхи в наркопритоне. Понимаешь, когда шлюхи в наркопритоне наверняка дерзко дают друг другу пощечины и всяк. Но вот наверху люди должны сохранять выдержку. Ну, безусловно. Возьми, 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 например, 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 возьми, ну вот трех президентов. Трех президентов. Ельцин, Путин, Медведев. Ну, никогда щека не дрогать. Путин тогда предлагал обрезание сделать французу. Но при этом, при этом не теряя духа, да? Значит, обрезание французу, но не теряя духа, и именно как шутку. Ельцин никогда не реагировал на такие вещи. Вообще никогда. Ну, как бы, почему бы Астрыкину, почему бы Астрыкину не поучиться у вождей? Почему бы Астрыкину не поучиться в выдержке? Это так странно, то, что он делает. Если я верю Дмитрию Муратову, простите. Я, если у меня будет возможность верить слову, то слово Дмитрия Муратова для меня, безусловно, точнее и, безусловно, вывереннее, чем слово Астрыкина. Потому что я Муратова знаю десятилетия, как человека, который дорожит своим словом. А Астрыкина я вот в такого срока знания не имею. У меня нет такого срока знания Астрыкина. Слушайте, Сергей, ну вам смотрите. Смотрите, 12,4% считают, что Астрыкин будет защищать теперь Сергея Соколова, которому пообещал жесткую, жесточайшую расправу, включая, как утверждает Дмитрий Муратов, убийство. А 87,4% считают, что 87,6%. 12,4% на 87,6%. Простите, значит, 87,6% считают, что Астрыкин будет продолжать мстить. Но неужели Астрыкин мог предположить, что это не выйдет за рамки? А? Астрыкин мог предположить, что человек облажается, в штаны наложит и не будет говорить. Потому что в целью сохранить... Здравствуйте, да, здравствуйте. Алло, доброе утро. Я в этой связи вспомнил твит был Александра Кинштейна, дальнейшего оппонента Астрыкина. Извиняюсь за возможную сомнительную ссылку. Но, тем не менее, он писал, что через два... Это после обысков было. Что через два дня вы услышите нечто про Астрыкина. И я предполагаю, что это было до открытого письма новой. Нечто про Астрыкина, ставящего... Ну, потому что этот случай был несколько дней назад. Ну, конечно. Значит, Хельштейн просто знает от своих источников. Потому что у него там источники в Бастрыкинском как бы штабе. Понимаете? Ну, вот и все. Да, соответственно. Спасибо, спасибо, спасибо. Я понял, Хельштейн предвосхищал все это. Алло, здравствуйте, я слушаю. Сергей, я знаю, вы всех перебиваете. Да, я так поступлю и с вами, да. Да, 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 я поступил так же и с вами. Вот видите, я всех перебиваю, да и вас перебил. Ну, и прекрасно. Значит, у нас сейчас большая реклама. Смотрите, 12... Просто повторю. 12,4% считают, что Бастрыкин теперь будет охранять Сергея Соколова, которому, по словам Дмитрия Муратова, угрожал расправой, в том числе убийством. 87,6% считают, что Бастрыкин будет просто продолжать мстить. Скорее будет продолжать мстить. У нас реклама длинная. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Эх, в движении, сейчас скажу вам, яндекс-карты открою. Во. Но все плохо? А? Нет. А вот нет. Красногорск стоит, Новая Рига рассосалась. Вообще. И все такое, и юг совсем. Ну, юг там убиться немножко, и все, и все. Стоит по-прежнему Ярославка. И стоит по-прежнему Ленинградка. В Ленинградке старая проблема при выезде с Шереметьево-2, вот там проблема, значит. А у Ярославки проблема в мытищах. Вот и все. А так более-менее все чапает нормально. Александра Красногородская провела этот выпуск. Светлана Матвеева расскажет вам о спорте. А я пойду проживу ее. Эту среду. 13 июня. Подъем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова